Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Что вы пропустили? Я ничего не пропустил, и естественно, я это все забираю, три карточки Шреддера, плюс пицца, она напригодится. Ежедневные награды забираю, ребята, обязательно, конечно же, как же это я могу пропустить, и тут у нас ничего дальше хорошего нету, жаль. Но зато я смотрю, у меня в магазине две бесплатные колоды, будем открывать, смотреть, что нам достанется. О, неплохо, вот это уже хорошо, ребята, Рокстеди из фильма, и следующая бесплатная колода, которая, так, мутаген, пицца, звездочки и баксы. Так, это нам не нужно. Забираем задание, которое мы выполнили с вами, отлично, мутаген, ребята, мы тоже соберем вместе с нашими баксами. Сколько дадут? Десять долларов, хм, растет капитал у меня. Так, и здесь мы с вами выполнили задание ежедневное. Все, давайте тогда выполним уже сразу все задания. Кого бы нам с вами повысить по уровню, я вот думаю. Ммм, пиццеликий, нет, не хочу, не хочу. Давайте, наверное, ммм, как-то он мне не греет душу, пульбизатор. Может, давайте, давайте, короче, нейтрализатора. Так уж и быть. Так, забираем награду за это. Отличненько. Так, следующее у нас сразитесь в десяти боях. Давайте мы вначале в сложных боях сразимся. Три штучки. Будем мы это делать, естественно, через энергетик. Да, вот эпизод шестой, по-быстренькому мы с вами пролетим. Первый. О, у нас, кстати, скоро уровень. Сейчас, ребята, мы его и получим, скорее всего. Осталось совсем немножко. И... Ну, давай, 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 не томи. Отлично, поздравляю нас всех. У нас тридцать седьмой уровень. Это же просто превосходно. И колодочка. Что же нам здесь достанется? Доллары, звездочки. Ага. Сырный эскимо и эйприл. Я доволен, как удав. Забираем награду. И теперь давайте, наверное, мы с вами... Нет, проходить испытания мы пока не будем. А вот добить десять боев, я думаю, что стоит. Всего лишь семь боев. Давайте вот эпизод пятый мы с вами добомбим. О, мутаген нам достается. Все эти блюшки. Это хорошо. Так, это у нас уже вторая. Третья. Ну, в общем, сейчас появится восклицательный знак. Значит, задание выполнено. Уже, что ли? Погоди-ка, что-то не то. А, у нас, вон, достижение моргает. Конечно. Семь тысяч пятьсот мутагена. Вот это фортануло. Ха-ха, вот это хорошо. Так, ладно, ребята, давайте продолжать. Да, елки-палки. Как там, я уже забыл. А, вот-вот, да. Еще четыре боя нужно сделать. У нас хватит, хватит с вами у нас энергии. Так, один. Так, второй бой. Комиксы, мутаген. Все, как говорится, к лучшему. Третий и последний бой нам осталось сделать. Отлично, ребят, сейчас будем забирать с вами награду. За задания выполненные. Ух. Теперь нужно пройти одну серию испытаний. Так, погоди-ка, погоди-ка. А как? А как же мы сделать-то? Что-то я не могу понять. Так, здесь не то. Блин, что, неужели открывать придется мне все? Четыре сундука. А, вот у нас. Ладно, ребята, хорошо. Давайте тогда все откроем. Собрать и сбросить. Но тогда я не смогу сделать задание. Получается так. Ах, елки-палки. Хорошо. Ладно. Тогда мы с вами, ребята, оу, будем поднимать уровень нашим персонажам. Хе-хе, тигр получает тридцать седьмой левел. Так же у нас будет зэк. Да, тоже тридцать седьмой. Все на три звезды. Естественно, майка поднимем. И все, по-моему, да, ребята? Больше у нас и раскачивать-то пока некого. Жаль, конечно. Героев много, а карточек нету. Поэтому я не могу их поднять по уровню. А хотелось бы. Да. Ладно, ребята. Давайте тогда, наверное, с вами возвращаться к заданиям. И будем их выполнять. Естественно, в бой. Для начала зайдем в ежедневку. Три энергии нам будет доступна. Хорошо. Так. Черепашка-робот. Убираем, короче, мы вот эту вот компашку. И набираем. Тигра, зэка возьмем с вами. И... Блин, кого взять? Давайте Криса, наверное, возьмем. Если что, будем усиливать атаку себе. Надеюсь, мы его завалим. Ну что же, понеслась у нас бойня. Он, как всегда, у нас на крыше. Да, именно здесь у нас поджидает. Ладно, начнем потихоньку разбирать. Оу, жарит. Хе-хе-хе. Промахнулся Олух. А теперь моя очередь. На-ка, выкуси вначале диск. Замедлили мы его. Он что-то коротит там. Хе-хе-хе. Оу, да он ватненький. Ёлки-палки. На-ка. Сейчас мы под усилением Криса, Татья, забомбим. Да. Упал. И мы прошли довольно легко. Интересно, а следующий этап у нас какой будет? Давайте-ка посмотрим. Ну, по-моему, там будет, наверное, очень жестко. Я уже просто предчувствую. Три энергии тоже неплохо, ребят. Так, эпизод второй. С сороковой уровень. Нет. Не-не-не-не, не пойду. Давайте что-нибудь с вами, наверное, другое выберем. Сюжеточка. Так, и у нас тут глава четвертая. Мы же ее не допрошли? Нет. И давайте-ка попробуем эпизод, наверное, десятый с вами потянуть. Давненько мы не играли в основную сюжетную линию, да? Я думаю, что стоит преподать урок. Как говорится, напомните себе, что мы тут вообще есть. Да, думаю, такая команда меня вполне устроит. Три волны у нас здесь. Отличненько. И, о, ну с этими ребятами мы, в принципе, должны справиться. Не будем тратить суперудары. Побережем их. Так, я смотрю, довольно пока неплохо у нас прошел первый удар. Добили мы этого ниндзя футу. Расстреливаем теперь второго. Так, меткость понизили. Оп. Промахнулся. Это хорошо, ребят. Сейчас Крис усилит. И давайте добьем. Нет, не добила Эйприл. Черт, я не знаю, как лучше сделать, ребята. Ну, суперудары нам нужно оставить. Обязательно. Потому что тут еще у нас будет все-таки босс. И насколько он крепкий будет, только время покажет. Когда мы, естественно, до него доберемся. Но пока проходим все вроде бы на изи. Хилиться мы тоже не будем. Пока все здоровенькие. Все, первая волна пройдена. Нас встречает вторая. И здесь, в принципе, то же самое все, да? Те же самые враги, кроме ниндзи футов. Они здесь уже четырехрукие. Ладно. Все довольно легко, как видите, получается у нас. Разбираем неплохо. Блин, воу. Нет, 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 нет. Фу, нафиг. Блин, не надо мне, ребята, чтобы у меня Крис упал. А он мне еще пригодится. Да, ребят, придется хилиться. Потому что другого варианта я пока не вижу. Да падай ты уже, а ты посмотри, какой хламон. Не хочет, сопротивляется. Ну, а этого, я надеюсь, мы легко победим. Хе-хе, вот зэк бомбит, а. А мне нравится, как он стреляет. Отлично, просто у него все это получается. И вот у нас тут босика. Кто же? Оу, тут и тигр и муха. Плохо, ребята. Поэтому будем бомбить, естественно, массовыми ударами. Надо эту муху, говнюху забомбить. Что-то мне неохота, чтобы он сейчас применял свой отхил здесь. Так. А вот теперь пускай, наверное... А, не успеет. Не успеет он принять. Так, давай-ка попробуем вот так вот вжарить. Отлично. И расстрелять. Все. Теперь уже мне ничего не страшно. Остался здесь тигр. Но я думаю, что мы его одолеем нашей-то компашкой. Он один, а нас тут куча. Как говорится, паладин, паладин. Нас тысяча Т1. И все. А, нет, еще выжил. Ну, Майк, расстреляй. Отлично. Ребят, мы прошли. Прошли, причем идеально. Ух. Да, давненько я не проходил. И видите, как пошел успех. Пошел прогресс у нас. Угу. Сто мотагена. Слушайте, может быть попробовать эпизод одиннадцатый? А почему бы и нет? Вот насчет эпизода двенадцатого я почему-то уже сомневаюсь, если честно. Ой, нет, только не грибы. Только не эти мухоморы. Блин. Все, ты посмотри, что делает. О, только хотел сказать, только не Эприл. Блин. Черт. Ну, все, ребята, уже 50% успеха минус. Потому что у меня хилка моя погибла. Жаль. Ладно. Буду знать, что здесь вот грибы. Ладно. Первую волну прошли. Вторая. На второй волне, наверное, мы и слежем с вами. Так, кто у нас здесь? Грибы и тараканы эти бронированные. Да, конечно, усиление Криса, наверное, здесь не поможет. Хотя, кто его знает, как... Блин, упал, а! Ну, черт подери, а! Ну, как же так? А? Контр-удар. Блин, какой уровень? Тридцать шестой у них. Я все равно выше, получается. По уровню должен справиться. Почему нет-то? Гриб сдох. Давайте добивать этого таракана. Ты сколько какой, а? Ты посмотри, какой жук. Он еще тут что-то сопротивляется мне. Так, давайте-ка тиграм. Оу, отлично. Третья волна, ребят. Ну, здесь, наверное, уже все. Точно. Финиш. Блин, это... Гаргуля меня нервирует. А самое бесявое, это, конечно же, грибы. Оу, минус один гриб сразу. Хотя, может быть, и есть шансик. Маленький, правда. Ага, шансик. Сейчас, если каждый гриб вот так вот бомбанет... Погоди, погоди, секунду. Добьешь тигр? Нет? Не добил, к сожалению. Ну-ка, Майк. Нормулька. Зэк упал. Черт подери. Нет, наверное, не потянет, ребят. Смотрите, два гриба. Если даже мы вот этот гриб уничтожим... У нас еще один остается. Он, как всегда, массовым бьет. Ёлки-палки. И еще отобрал у меня спецвозможность. Подхил делает. Гад. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка. Ну ладно, хорошо. Давайте попробуем гриб замочить. И вот она, горгулька остается. Че он делает? Че он чудит? Блин, как это плохо. Уложит он мне, уложит, ребята, тигра. Я больше, чем уверен. Ничего мне здесь уже не поможет. Защита минус. Ну. Он мне еще и, смотрите, меткость. Да. Хреново, ребят. Но, если честно сказать, то можно попытаться его пройти. Немножко поменять себе состав команды. Да? Вот что можно убрать отсюда? Давайте, может быть, уберем Криса и поставим нашего кабана. Вот так вот приблизительно. Больше пока... Хотя, можно Стокмана лучше. Давайте-ка вот так сделаем. Угу. Посмотрим. Почему Стокман? Потому что у него, ребята, массовый удар. Он выпускает механических мышей. А это очень хорошо для нас. Потому что, получается, у нас Майк массухой бьет, да? Тигр. Ну, еще и Стокман будет. Да они опять Эйприл мне хотят уложить, а? Гады. Отлично. Пока хорошо. Единственное плохо, что, смотрите, одна мышь у нас с контрударом. Хе-хе. Есть шанс, по-моему. Ну-ка. Упадут, если все. Будет хорошо. Блин, гриб поганый остался. Ладно, хилимся, ребят. Не хочу, чтобы у меня воины упали. Особенно моя, естественно, Эйприл. Пока вроде бы складывается все удачно. У нас вторая волна. Все живы-здоровы. Все практически полные хпшки имеют. Надо уничтожать в первую очередь вот эти грибы. Давай, тигр, добей его. Отлично. Так, Майк, потянешь, нет? Вряд ли, вряд ли, конечно. И вот начинается выход грибов. Блин, Эйприл, держись. Да, таракан, отвянь от нее. Фух. Повезло. Но буквально на один удар. Если по Эйприл даже кто-нибудь нечаянно заденет, она у меня упадет. Не будем тратить масуху Стокмана. Попробуем добить так. О, неплохо. Ну-ка, Майк, давай. Да что ж ты? Только не Эйприл. А, выжило. Фух, хорошо. Остался один поганец. Сейчас мы его запинаем. Надеюсь, не успеет он тут вякнуть. Мне бы вот таким составом, ребята, дойти до последней волны. И там уже будет все у нас хорошо. Надеюсь. Упади. Мимо? Да какого фига мимо-то, блин? А, ну правильно, у 30-го уровня, а тут 36-го. Естественно, мимо. Понятно. И вот они. Грибетти и Гаргуля здесь. Эх, это надо постараться. Вот только кого бы, ребята. Давайте так, начнем с вами. Добьешь, нет? Да какой там добьешь? О, вот это надо применить. Обязательно диск. Хорошо. Да, Эйприл упадет. Ладно. Ну, главное, что мы дошли. И мы должны здесь победить. Массовым. Давайте опять Стокман вызываем. Ух ты. Вот это круть. Вот это вообще великолепно. Все. Шансов у этой Гаргульки нету. Мы ж ты такая. На-ка. Да, конечно, победа не идеальная. Но, тем не менее, две звезды. И главное, что мы прошли. Так, получаем опыт. Слушайте, интересно, на следующий уровень мы потянем или нет, а? Как думаете? Ха-ха. Двенадцатый эпизод. Ну, давайте хотя бы глянем. Ёлки-палки. Опять этот босс сорокового уровня здесь? Черт, я боюсь, будет жарко. Но попробовать стоит. Хотя бы посмотреть, докуда мы с вами можем дойти. Оставляем всех так и пробуем. Первая волна у нас. И кто тут? Ага, грибы и моль. О, по-моему, нет, ребят. Слишком жарко они бьют, эти грибы. Вы сами видите прекрасно, сколько они отняли хпшек. Так. Ну, давайте тогда попробуем таким макаром. Сейчас убиваем грибы. Посмотрим, как будет себя моль вести. Моль. Да. Блин, тихо, стойте на месте. Убей. Нет. Нет, она вот промахнул. Точнее, она не промахнул. О-о-о-о. Блин. Стокман упал. Ну, естественно, ребята, тут такие уровни. Посмотрите сами. Тридцать седьмые. А у меня персонажи не такие раскачанные. Только вот основная тройка здесь сильных. А Эйприл и Стокман, они тридцатого уровня. Вообще слабенькие. Эти-то ребята еще могут побороться. А это я имею ввиду Тигр, Зек и Майк. О-о-о, тут еще и куча грибов. В общем, я прекрасно понял, что нас ждет в следующем. И надо будет к этому, естественно, подготовиться очень хорошо. Чтобы здесь как-то дать солидный отпор. Вот смотрите, сейчас, если каждый гриб сделает по ходу, то у меня практически все мои персонажи будут разбиты. Да. Плюс еще на нас висит цепь у Майка. Снять мы ничего не можем. Печально. Печально на это смотреть, ребята, как они меня здесь распромсовывают. Тем более, они усиленные. Видите, у них висит зелененький щит. То есть защита у них крепкая. Не получится у меня легко их пробить. Да, плохо. Плохо все, конечно. Да, Тигр сейчас упадет. Ну и, соответственно, Майк тоже. Ладно, я буду знать. Знать, что здесь нас будут поджидать на будущее. Так что не беда. Ну ладно, добивайте уже Майка. Все, поражение. Что ж, давайте тогда мы с вами, наверное, сходим на турнир. А почему бы нет? Арена, как всегда, ждет нас. И, опачки, как нам фартит сегодня. Давайте возьмем вот этих ребят. Я думаю, что это самые легенькие будут для нас. И выбираем, естественно, себе командочку. Так, я думаю, мы должны справиться, в принципе, даже без проблем. Ну-ка. Ха, черепашки-гинзи из комиксов. Вот вам для начала диск. Так, теперь массовый выстрел Тигра. И массовый выстрел Майка. И все, наверное, на этом. Ха-ха, легко и просто. А мне понравилось. Главное, что мы сейчас поднимемся с вами по рейтингу. Только неизвестно, как далеко. 815 мутагена еще получили. Неплохо. Так, я в 83-й позиции стала 57-я. Естественно, я буду продолжать дальше. И, ух ты, ух ты. Давайте, наверное, мы с вами выберем вот... Вот, я не знаю даже. Вот этих ребят, скорее всего. Да, вот эту вот командочку. Эх, неохота тратить билеты, но придется, ребят. Вот, немножко глупо, конечно, это сделано. Что вот за каждый бой нужно опять вот возвращать их. Именно вот за эти билеты. Если билетов нет, то, извините, придется вам сидеть и ждать 2 часа, пока произойдет откат. Ух, так, понеслась. Опять же, начинаем, ребята, с массовых ударов. Это надо делать в первую очередь. Тут, как говорится, нет никаких волн и ждать нам нечего. Тратим, а потом уже будем прицениваться, кого нам добивать. Нет, шансов, я думаю, здесь нету. Давай, бибобчик. Ух, все, красавый. Остался тут только майк и носорог, Аракстеди. Ну, добьем. Хе-хе, все, Аракстеди, твой финиш. Блин, выжил, а? Ну, майк добьет, наверное. Да, красавчик. Отлично. Думаю, блин, а что думать-то? У нас, по-моему, с вами не хватит билетиков. Сейчас посмотрим, куда мы там переместимся с вами. 32 место. Ну, давайте продолжим. Так, в бой. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же мне хочется подраться. И, в принципе, враги-то такие не очень сильные. Но, к сожалению. Хотя нет, ребята, хватает. У меня 6 билетов. Еще, как говорится, на одну заходочку вполне-вполне меня хватит. Давай. Все. Ну, что ж, посмотрим, кто кого. Я, конечно же, болею за себя. Начинаем опять же с массовых ударов. Тут даже говорить нечего, ребята. Вы сами прекрасно понимаете, для чего это все делается. Так. Ослабление будет? Естественно. И майк стреляет. Осталось лишь... Что такое? Что он там делает? Е-мое. Фига, он там бомбанул. Добиваем, короче. Начинаем с Рафа. Ох ты. Как же так ты, прохлоса? Ну-ка. Вот. Нормуль. Бибоп никогда не промахивается. Что ты тут химичишь? Опа-на. Всех повысил на крит. Ладно. Мы сейчас будем их тогда разбирать. Ух. Извините. Подвиньтесь. Он сейчас погибнет, ребята. А вот этого мы расстреляем. Да какого лешего-то мимо? Какого фига промахивается? Я не понимаю. Вот этого вот. Ну, Бибоп, давай, расстреливай. Смотри-ка. Он крепкий. Но он в заморозке. Так что, я думаю, никуда надо. Да почему мы промахиваемся-то? Я не понимаю. У нас ничего такого плохого не висит, чтобы мы могли там промазывать. Но, как видите, почему-то вот так вот происходит. Фигня какая-то. Я не пойму. Во, наконец-то Бибоп ты. Молодец, умница. И осталась у нас только Карайка. Все. Сейчас мы ее добьем. Зэк. Вот. Молодец. Свертуханой. Тукс. Ноги. Все. Нормуль. Лежит и отдыхает. Все, ребят. На этом, пожалуй, аренка наша подошла к концу. Потому что у нас не хватит билетов. И давайте-ка посмотрим, куда нас переместят. О, у нас шестое место. Ребята, буквально еще бы один бой. И мы бы с вами перешли уже в следующую лигу. Но, как вы понимаете, нам этого не дадут сделать. Жаль, конечно. Ну что ж, давайте войдем в сюжетку. Глава пятая у нас на нормуле. Эпизод седьмой. Так. А почему бы и нет? А я хочу попробовать. А вдруг у меня получится, а? Хм. В принципе, они не такие уж и сильные. Да. Кроме этого солдата 38 уровня. Но я думаю, что мы победим его. Похоже на зону боевых действий. Почему-то у меня такое чувство, что нам это не понравится. Ну, вам может не понравится, а мне, наверное, вполне. И у нас здесь дроны. Хорошо. Будем разбирать. Нравится мне, как зэк вот дронов этих валит. Красава. Так, Майк. Слабоват. Слабоват, Майки. Ну, да не беда. Блин, вот у меня Стокман и Эйприл самые отстающие персонажи. Их нужно раскачивать, ребята, развивать. Но для этого нужны карточки. А этих карточек у меня нету, к сожалению. Да причем их нужно очень много. Как ребята успевают развиваться? Вот, я не знаю. Там, я посмотрел, там, платиновые герои. А я даже, например, да из бронса-то не могу некоторым и выйти. Давайте подхилимся, что ли. Так, пинок тебе. Ну, давай, Стокман. Не добил. Ну, тигр сделает. Да, сделал его. Вторая волна. И у нас тут, ну, в принципе, ничего сложного нету. Маленькие кренги, которые, естественно, у нас тоже всклопочат. Так, пока неплохо, ребята. Ну что, зэк, бомбанешь вот это вот? Эх, ну, меткость, по крайней мере, понизили. А Айприл вообще его убила. Хорош что-то уже жарить своим лазером, а. Блин, почему они на зэка так реагируют? Не нравится им, ребят, понимаете? Раздражает он их. А зэк, я так понимаю, это у нас какой-то парень, да, в таком костюме специфическом. Ну, никак не робот, согласитесь. Хотя, может быть, и робот какой-нибудь. Дрон, почему бы и нет? Так, ладушки. И вот, вот она. Вот она, эта последняя волна с предводителем. Похож на какого-то командира, блин. Ладно, мы его сейчас, естественно, тоже попробуем разобрать. Жалко, нету у нас массовых ударов. Я бы сейчас с удовольствием... О, есть один. Давай, Стокман. Турюш. Неплохо. И еще один даже есть. А! Так, у нас есть все шансы, ребята, на победу. И мы, наверное, с вами пройдем. Так, массовым давайте бомбанем. Все, остался лишь командир полка. А, что он там делает? Гранату? Тигр выдержал. И добивочный. Ну, от Зека, наверное. Блин, да что такое тигр тогда? Да! Красавцы! Молодцы! Команда, как говорится, у меня на 5 баллов. Ух! Интересно, а если мы с вами возьмем следующий эпизод, сможем ли мы его пройти, а? Как вы думаете? Рискнем, может быть, а? На 8 эпизодик, а тут их 12. Да, слишком много. Я думаю, стоит. Ничего мы не потеряем, в крайнем случае. А если выиграем, то даже приобретем. Блин, слишком какие-то мощные тут, ребята. 39-е, 37-е уровни. Весь город спятил. Тут никак не отдохнешь. А знаешь почему? Это все из-за проклятых черепах. А тебе-то ничем помешали, а, Олух? Да, именно. Из-за твари в панцирях в Новом Йорке не осталось покойных мест. Хе-хе-хе, иди пончики поешь лучше. Про то и говорю. От зеленых негодников одни неприятности. Значит, мы должны устроить неприятности черепахам. Ну, это ты зря сказал. Я думаю, что сейчас будут неприятности у тебя, сынок. Хотя, хотя вряд ли, ребят. У них слишком мощный уровень. Смотрите, 37-й. Ё-моё. Блин. Ну, пытаться стоит. По крайней мере, как я всегда говорю. Не попробуешь, не узнаешь. Будем пробовать. Ну, а там, соответственно, уже будет все видно. На что мы здесь способны. Так. Отлично. Один минус. Этого мы сейчас тоже убьем. И остается один охламон. Ай-яй-яй. Ага. Майк. Молодец. Так, у нас вторая волна. Здесь, в принципе, ничего сложного тоже нету. Видите, да? Единственные неприятности нам могут с вами сделать... Вот эти вот мышки маленькие, механические. Хотя... А нет, все-таки орет. Просто орет. Ничего не повисло на нас. Но, как говорится, и хорошо. Ух, отлично-ка. Массовые удары мы с вами прибережем. У нас еще будет последняя волна. Там у нас будет босс. И все пойдет, естественно, в ту сторону. Так, получи мышка. Ты смотри-ка, сопротивляется еще? А ну-ка. Эй-ть. Эй, прям слабенькая ты. Как же мне тебя раскачать-то до 37 уровня? Вот это было бы хорошо. Или же нужно нам искать с вами замену. Угу. Еще одного какого-нибудь хорошего хиллера. Так, вот она волна. У нас тут зэк. У нас тут командир полка. Нос до потолка. Сейчас будем пробовать разбирать. Блин, вот сейчас бы сюда бы выстрел Майка, причем массовый. Было бы вообще шикарно. Так, давайте подхилимся на всякий случай. Ага. Черт, ты смотри, что делать, а? Ох, гаденыш ты, зэк. Как это еще тут придуряется, жарит. О, вот этим сейчас бомбанем. Пум. Минус один. Блин, у меня тоже минус один. Ладно, добиваем этого. Хорош тут стрелять. Ёлки-палки. Во, массовый удар. Ну, Майк, не подведи. Есть. Слушайте, я думаю... Блин, я думаю, что у нас все-таки есть шанс победить. Да. Давайте кританем его вот так вот. Оп. Блин, не повесили постепенный урон. Ну и ладно. И так, наверное, справимся. Ты что ж такое? Что он такой жирный, толстый, непробиваемый, а? Одна звезда. Блин, я думаю, что на следующую даже и прыгать тогда не стоит. На следующий эпизод. Если тут у нас хреновенько сыграно было, то там и подавно. Вот у нас эпизод девятый. Давайте хотя бы посмотрим, что тут у нас. Тридцать. Блин. Да. А так хотелось бы. Ну что же. У нас что? Остается только приключения. Серия испытаний. Ну, по-моему, там все забито у нас. Нет? Ух ты. Так я сейчас тогда выполню задание, ребята, да? Вот у нас осталось-то. Я думал, что нас просто сюда не впустят. А тогда совсем другое дело. Конечно же, я беру приключения, серию испытаний и проходим вот эту с вами первую главу. Я бы, можно сказать, ее даже поставлю на автобой и пускай они сами быстренько пробегут. Тут заморачиваться даже незачем. Так, врубаем. Поехали. Ну, как видим, все тут у нас хорошо и прекрасно получается. Да, нелегкие, елки-палки. Ребят, сами посмотрите. 26 уровень против 37. Куда им там тянуть-то? Конечно, никуда. Ну, вот она вся шайка-лейка. Тут у нас и Би-Боб, и Рокстеди, и Ниндзя Футы. И, в принципе, никто нам здесь вообще ничего не сделает. Я спокойно, как удав. Все, ребят, давайте. Рокстеди сейчас получит свое. Смотрите-ка. А, что ты делаешь? Ха-ха, Би-Боб. Ты хоть подумал, на кого ты сейчас батон свой покрошил? Сейчас вся мощь и гнев моих воинов вылится именно на тебе. Ю-ху. Все. Готовчинга, ребята. Сейчас он будет валяться. Да, Эйприл у него просто ноги. Бам. И все, и он лежит. Идеальная победа, ребята. Мы, естественно, забираем ревард за выполненное задание. А там у нас, ребята, карточка Рафа корячится. Так что она мне нужна. Будем копить. Так, сбор. И у нас задание выполнено. Вот так вот. Отличненько. И последнее. Ух, хорошо. Вроде бы как и все. Можно, в принципе, ребятушки, наверное, на сегодня закругляться. Хотя, подождите. Вот это я, наверное, приобрету. Две тысячи и здесь две тысячи. Но я думаю, что возьмем с вами вот эту рыбу. Потому что здесь у нас будет пять. Итого получится шестнадцать. Четыре карточки. И она у нас откроется. А этого еще, елки-палки, сколько копить. Ну что же. Пожалуй, на этой ноте можно завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. И продолжим играть в эту игру. Будем проходить, наверное, основную сюжетную линию. Так что, ребятушки, всем пока. Всем удачи. И до скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok